Начинают этот матч с середины поля. Их ворота справа, Динамовские слева. Владимир Брежнев, первый номер. Галкипер Никита Ермаков, десятый. Дмитрий Коптилович, шестой капитан команды. Сергей Кочетков, четвертый. Глеб Личагин, пятый. Никита Минин, седьмой. Муамбан Тумба, девятый. Алексей Сливин, восьмой. Зауар Тарба, одиннадцатый. Роман Качук, третий. Егор Трунтаев, под вторым номером. И главный тренер футбольного клуба ЦСКА 2003, Виктор Александрович Гузя. Меня зовут Артем Фигуров, и я проведу с вами ближайшие сорок минут. Восемь минут, вернее. Слишком, наверное, все успели обрадоваться. Нет, игра будет чуть дольше. Сорок минут я имел в виду тайм. Проходит... Когда в футбол играют игроки 2003 года. Раньше зачетных баталий клубной футбольной лиги участвовали еще и ребята 2002-го. Но у них теперь свои заботы. Они участвуют в турнире UFL, который возобновится после двухнедельного перерыва уже в следующую среду. К слову, многие футболисты из Динамо 2003 принимают непосредственную роль и часто выходят в основе той команды. Первый удар поворотом наносит Муамбаб. Девятый номер армейцев с левой ноги. Достаточно высоко пролетает мяч относительно ворот Гуськова. Такое возвращаюсь я к своей мысли. Практически всем, не то что многие, все футболисты Динамо 2003 заявлены на турнир UFL. А такие футболисты, как Гладышев, Захарян, Дмитрий Малыгин и, безусловно, Руслан Мальцев, Богдан Кижабкин и Ян Цейс часто выходят в основе. То и команда играет наравне с более старшими. Но не стоит забывать, что все-таки клубная лига Москвы менее престижный по значимости турнир, чем UFL. И не дает права выступать победившей команде в лиге чемпионов, тем не менее является турниром официальным. Поэтому, несмотря на такую загружность футболистов, сегодня Дмитрий Вячеславович Половенчук выпустил практически всех сильнейших. Здесь и Руслан Мальцев, здесь и Ярослав Гладышев с Дмитрием Малыгином и Данилой Михалином. Ну и, разумеется, Арсен Захарян, который вернулся после сборной. Как раз-таки из-за участия. В молодежной сборной России U16 Арсен Захарян пропустил игру предыдущего тура со «Спартаком-2». Но там динамоцы справились и без него. Что уж греха таить. Победили с отсчетом 8-0. И одержали при этом самую крупную победу в этом сезоне для себя любимых. Сегодня Захарян снова в старте. Ну и сегодня сопер. Разумеется, другого уровня. Армейцы пока что без проблем проходят в середину поля и в очередной раз стремляются к воротам. Динамовского коллектива. Играют широко. Подача с правого фланга на дальнюю штангу. И Михалин, новоиспеченный крайний защитник, сумел вернуться в оборону и своей команде здесь помочь. А вот на месте Михалина, то есть на позиции левого атакующего полузащитника, сегодня играет Леонов. И вообще это его первое появление в стартовом составе в этом сезоне. Вот так он понравился Дмитрию Половенчаку поединке против «Спартака-2». Он там и гол забил, правда восьмой, но все же. И был достаточно активен на протяжении всего матча. Вот как раз-таки на фланге атаки. Что Михалин немного опустил. Но наставник «Динамо-2003» дал возможность проявить себя другому атакующего футболисту. К слову, Михалин в той игре тоже себя проявил более чем в атаке. Забил два мяча, а теперь вдруг поиграй в обороне, что называется. Нарушение правил. Один из новичков команды «Динамо-2003». Данил Фамин получает по ногам. А вообще оставил довольно-таки хорошее впечатление по своей первой игре. Против «Спартака-2». Ну вообще против «Спартака-2». Особенно потому, как матч складывался, было сложно оставить плохое впечатление. Но если отталкиваться исключительно от личности Фамина, то он проявил себя более чем. Давайте говорить так. Не бросаться громкими афоризмами. Михалин. Передача назад. Янцесь. Идет вперед. Вообще это тот самый центральный защитник. И чем-то они за Дензалем этим похожи. Которые не боятся идти в атаку. Но при этом вовремя успевают всегда вернуться в оборона. Дождик у нас начинается. Леонов проникает. Чужую штрафную площадь практически уже проник. Гладышев. Кто из них зацепится за мяч? Никто не зацепился. Футбольный снаряд отскакивает к Владимиру Брежневу. И тот уже разыгрывает его с своими полевыми футболистами. Активен 10-й номер. Через него в основном идут все атаки ЦСКА. Никита Ермаков опробивал сейчас Алексей Сливин. Удар его был накрыт. Кем-то из защитников Денал. Но это не первый случай, когда опорную зону снова армейцы без особых проблем прошли. Завершилась атака ударным поворотом. Видимо, бить со всех возможных позиций это одно из указаний тренерской скамейки гостей. Результата хоть какого-то они добились. Эта атака заработали первый угловой к шестой минуте. В сегодняшнем матче у ворот Гуськова будет подавать все тот же активный Никита Ермаков. Подавать, скорее всего, с правой ноги. Опасно удар в дальний угол наносит один из защитников Роман Качук. Однофамилец одного из известных футболистов Тульского Арсенала Сергея Спачука. Но тот более атакующий футболист, разумеется. Михалин. Кижабкин. Гуськов. Цейс. И аутполь Денал. Коснулся Муамба в последний момент мяча. Поэтому эта атака еще не закончена со стороны Белого-Голуба. Если возвращаться к турниру UFL, то там динамовцы уже успели с СССР встретиться и встретились при чем? Во время гостевого поединка, то бишь эта игра проходила на судьоне «Октябрь». И в том матче динамовцы усилиями Ярослава Гладышева, игрока Динамо 2003, сумели вырвать пайвер. Все остальные мячи в составе «Динамо» забивали исключительно игроки 2002 года рождения. Поэтому отмечаю я именно третий забитый мяч. Арсен Захарян непосредственно роль сыграл в той победе. И, разумеется, Руслан Майсов. Леонов. Не было действий нарушений правил на Фомине. Но в любом случае динамовцы остались с мячом. И Леонов может придумать что-то интересное. И даже углового не зарабатывать. Что удивительно. Стоит Фомин. Ну, на мокром газоне. По такой погоде, наверное, неприятно лежать слишком долго. Поэтому пришлось в конечном итоге подыматься. Разыгрывает с вами защитника Владимир Брежнев. Или, может быть, Брежнев. Что было бы более интересным. Уй, будет Брежнев. Нарушение правил. Такой жесткий стык прямо перед нашими камерами. Произошел, но и по крикам было видно, что не все тут по правилам было. Сыра. Цейс. Пушков. Руслана Цейс. Уфа Мальцев. Изредка. Но опускается на позиции центрального защитника. Особенно, когда Цейс вперед идет. Наверное, без Руслана Мальцева Цейс себе такой роскоши позволить не может. Несколько игр Мальцев пропустил после возглавления сезона. Ну, пропустил первые таймы этих игр. Даже встречи против. Строгино. Принесенная еще с первого круга. Прошла без Мальцева в первом тайме. И тогда не все клеилось. 2-2 тайм завершился. Ну и встреча против ПШМ. Также, вернее, начало ее без основного опорника проходил. Сейчас вторую игру подряд Мальцева в основе. Также в основе и другие футболисты Динамо Ю-17. Гладоша. Не зацепился за мяч после передачи Арсена Захаряна. Но ЦСКА, посмотрите, не рискуя, выбивает мяч за боковую линию. Небольшое преимущество игровое все-таки имеет Динамовцы. Но ЦСКА отвечает довольно-таки грамотными контратаками. И каждый раз, что важно, завершает их удар. Расставляет своих игроков, словно на шахматной доске Дмитрий Половенчук. Здесь его они прекрасно слышат, хоть прямо сейчас столпились на противоположной от тренера Бровки. Но из-за отсутствия большого количества зрителей, слышимость прекрасная. Передача от Михаля. Получил сейчас Фомин. Леонов не поддержал эту атакующую инициативу. И только сейчас направляется на чужую половину поля. Ну так, не спеша. И ждут Динамо Цаута. Мальцев Фалит. Ермаков. Нет, не будет он разыгрывать. И также не будет и Зуар Торба разыгрывать мяч. А сделает это Глеб Личаге. А у пользы Динамо. Захарян был уверен, что должен мяч белоголубым достаться. Может быть, своей уверенностью заразил и судьбой. Я, если честно, этого момента хорошо не разглядел. Гладышев, фу, как эффектно. Арбитер увернулся от мяча. Пучинова Гладышем в центр. Пушков теряет мяч. Сергей Пушков, Цэсь. Чуть не аккуратно, но подстраховал Мальцев. Малыгин пока что не очень активный. Крайне атакующий футболист. Через его фланг динамовцы не летут вперед. Снова играют через Леонова и через Михалина. Вот, снова Леона с мячом. Принимает мяч. Захарян ставит корпус, но поставил уже в момент, когда мяч практически за боковую улетел от футболиста ЦСКА. Михалин, Захарян. Гладышев принял мяч Гладышев. Будет ли угловой? Нет, будет только аут. Но опять же разворачиваться и искать предложение для начала атаки. Футболисту ЦСКА было не с руки, поэтому вот так вот на отбой. Плюс еще и нельзя исключать прессинг со стороны динамовцев. Захарян обыграл соперника, пробросил себе головой дальше. Удар поворотом Леонова. Первый опасный момент у ворот ЦСКА застает динамовцы. С передачи Арсена Захаряна после прохода Арсена Захаряна приложился к поворотам Леона. Здесь уже Малагин может также пробить удар. Удар сильным не получается. И фолки Жапкина в атаке. Вот редкий случай, когда в атаке палит защита. Прибежал он помочь. Своей атаке. Теперь главное успеть в оборону вернуться. Вроде бы вернуться по стороне Муамбы, но не прочитал эту ситуацию. Девятый номер ЦСКА. Мечу не успел. Босько. Янцейс. Мечу не успевать. Мечу не успевать. Найти продолжение для этой атаки. Ну или просто поспеши. Что зря. Прессингуют динамовцы. Выбираются армейцы из-под этого прессинга. И перед собой видят. Простор. Для проведения атаки Муамба немного нетехничный мяч обрабатывает. Что странно для игрока с такой искусной техникой, которой владеет, безусловно, нападающей армией. Мы-то все помним. Как поединки первого круга. Именно Муамба. Обыграв трех соперников на последней минуте. Матч против нашей команды. Сравнял счет. Вышли, чем Муамба тогда на замену. Здесь тоже может быть опасно. В стенку играют красиво футболисты ЦСКА. Но Муамба забивает уже из положения вне игры. Этот мяч не защитал. Я успел уже немного девятый номер ЦСКА порадоваться. А защитники на мгновение расстроятся. Вообще разыграли красиво. И если бы не внимательны судьи, то могло быть сыграно красиво не зря. Отработал сейчас в обороне защитник армейцев Сергей Кочетков. Остановил он Фомина. Данил Фомин. Видим, что несмотря на то, что позиционно он... Чаще оказывается в центре поля. Когда Леонов не добегает, готов его зону закрыть. Что говорит о разнообразности атаки московского Динамо 2003. Ермаков. Михалин перехватывает мяч Фомин. Полез в обыгрыш на своей половине поля. Рисковый шаг. Леонов. Михалин. Сыграл в одно касание на Леонова, но уж слишком это было... Затейливо, что ли. Передача пяткой просилась, но он не прям уж так доход. Ближе к самому Леонову, наверное, нужно было сделать пас. Вперед. Не решил Михалин бросать. Сыграл по-простому. Янцесс. Армейцы не прессингуют. Просто обозначили свое притязание на то, чтобы мяч отобрать. Но в активный прессинг не вступает. Мальцев. Леонов. Опустил мяч чуть поодали от себя. Но рядом оказался Арсен Захарян. Снова одним движением обыграл, другим прокинул головой. Леонов. Удар по воротам. На сей раз получилось не так опасно, как в предыдущем. Когда у Леонова получился удар с лед в дальнюю девятку. И в красивом прыжке Владимир Брежнев мяч потащил. Еще, Рова. Еще. Восемнадцатая минута матча. Играть еще очень и очень долго. Даже одной четверти игры еще не прошло. Счет 0-0. Ну, кажется, что таковым он не останется до конца матча. Так уж точно. Игра достаточно активна. И... Возможно, раскроется дальше еще и с новой стороны. Малыгин перешел на наш фланг. Теперь будет бегать рядом. Ну, или это такая... Моментальная история. Не, вернулся Малыгин на фланг левой. Ему, конечно же, там удобней. Здесь остался Леонов. Михалин. Леонов. Сам побежал и мяч потерял. По снизам Кижабкин. Мальцев. Моментально перехватывает динамовцы мяч, как только его теряют. Что и обусловливает их территориальное преимущество. Которое есть у динамовцев. Они его только должны в жизнь поплатить. А именно в галы. Захарян. Ну, на троих лезь, наверное, уже не с руки. Когда ты играешь против команды твоего уровня. Захаряна. Бывает не переубедить. Сильная команда у Динамо 2003. Никаких сомнений. И не зря. Огромное количество футболистов именно из этого коллектива в UFL выступает. Причем выступают не на последних ролях. Заявленных вообще практически все. Захарян. Ну и одни победы после возобновления сезона. На счету подопечных Дмитрия Полуменчука. 5-2 над Строгеном. 2-1 над ПШМ. 8-0 над Спартаком. 2. Две домашние, одна гостевая. Вот третья. Домашний. Будет ли сегодня? В предыдущих двух играх Динамовская Академия в общую копилку клубного зачета уже успела заработать 4 очка. 2006 год рождения. Сыграл с армейцами. Причем по признанию потом тренера. Динамов 2006. Армейцы до сегодняшнего матча были лидерами чемпионата среди 2006. Сыграли в ничью. Что наш тренерский штаб посчитал неплохим результатом. Ну и вторую победу в сезоне над ЦСКА одержали подопечный Павел Алисевич Алпат. 5-1 в первом круге. И на сей раз сегодня 2-0. ЦСКА. Отрезан, кажется, Муамба от всей полузащиты от ЦСКА. Сейчас мяч практически не получает. Он последний раз касался, когда гол забивал из положения вне игры. Михалион. Нет, это очень плохой пас. Фомина извиняется за такую неточность. Плюс еще и заставил Михалину ускориться, почем зря. Я вот пользую армейцев. Ну даже вот аут. В этой части поля это возможность для динамовцев поджать соперника. Постараться отобрать мяч здесь. Недалечие штрафная. Брежнева. Так что. Почему нет? Фомин этим и занимается. Мальцев, не точная передача. Пушков. Скидка в сторону Захаряна. Ну, Захарян. Мячи вообще редко теряет. Сейчас тот самый случай. Михалин. Открывается справа Фомин. Ну, теперь уже Михалин делает тому неточную передачу. Обменяли, что называется. А здесь может перехват. Своевременный произойти. Он происходит. Что дальше? Сахарян. Мальцев. Касание. На Пушкова. Пушков не так активен в атаке, как Михалин. Но следует подача именно нашего левого защитника. И удар поворотом. В створ от Ярослава Гладышева. Номер один в этом матче. Контратаку развивает. Футболист ССК. Ермаков справа Муамба. Именно туда посылает мяч Ермаков. Но Муамба то ли спотыкается об собственные ноги, то ли об ноги Сергея Пушкова. Тем не менее, ССК арбитра не было замечено. Пушков. Малый Ген. Кижаб Ген. Мальцев аккуратнее. Рядом соперник. Причем не какой-нибудь, а не Никита Ермаков. Михаля. Михаля, она же практически мяч потеряла. Видим, как моментальный командный прессинг армейцы включились. И сразу же у динамовцев начались проблемы. Это не может радовать. Стеснили от мяча Муамбу. Но на подборе. Дмитрий Ковтилович. Чей мяч? Армейский. Даже какие-то у зрителей счеты, что ли. Ударные инструменты, дабы поддержать своих. Удар в ближний угол. Снова этот звук. Довольно-таки интересный. Раздается с трибун. Пробивал Зуар Торба. Ближний угол. Динамовцев было предостаточно. Челеватый рикошет был неприятный. Но не случилось того. Мальцев. Хороший пас на Малыгина. У того, с приемом все в порядке. А вот с обыгрышем хуже. И фалет. Ну, потому что выбора уже не было. Фалет. Руслан Мальцев застрял на левом фланге и, понимая, что он не успеет закрыть свою центральную зону, совершил отмашку и получил первую желтую карточку в сегодняшнем матче. Лучший футболист Динамо. Штрафной. Всполняют армейцы. Янцес, конечно, чуть ли не лучший футболист в Академии, кто умеет выпрыгивать на такого рода мячи. Я в пользу Динамо отбились бело-голубые. Этот стандарт ничем не закончился опасным. Хотя так же, как и у Динамоцев несколько минут назад, теперь у армейцев есть возможность поджать. Бело-голубых во время того, как они аут будут бросать. Вот получился отбор. Муамба. Расправился технично с оппонентом. Цесь. Малыгин и чей мяч снова Динамо. Снова Динамо и нужно уже выбираться с-под этого прессинга, стараться через точную передачу действовать. Ну, почему бы не через интернет-защитников, к примеру. Тежапкин. Бросится пас на Леонова. Получает Михалин. Ну, с Леоновым уже трое рядом. Поперечный пас на Цесь. Кусков того прессингует. Пусков не боится такого прессинга. Кижапкин. Армейцев много впереди. Может быть, их мало сзади. Овсайд. Никита Ермакова. Вынужден тот с мячом расстаться. Кижапкин. Нашел более чем свободного игрока. Впереди Пушков. Ну, а там уже все перекрыто. Армейцы грамотно сражаются на каждом участке поля. И свободы точно никакой динамовцам не предоставляют. Михалин. Помех. Остался с мячом. И против того грубо играет. Дуар Тарба. Ну, здесь фолл очевидный. И, возможно, даже на желтую карточку. Но арбитр второй горчичник в этой встрече пока что не спешит предоставлять футболисту. Против Гладышева чисто было сыграно по свободную зону. Здесь Муамба. Овсайда нет. Ну, и динамовцы успели уже вернуться. Пока Муамба до мяча добегал. Удар в дальний угол. И отмечаем и второй выстрел нападающего ЦСКА с дальней дистанции. Ну, и тот, и другой был достаточно далек от гола. Ян Цейс. Пушко. Не спеша динамовцы. Пока что не очень понятен план на игру нашей команды. Но, может быть, только мне не понять. Тренинский штаб все уже давно продумал и все идет по их сценариям. Мальцев. Ну, а игра. Игра абсолютно равная. За 27 минут ничего в этом плане не поменялось. Выси, Дима, выше, Дима, выше, Дима. Выси, Дима, выше, Дима. Кусько. Ну, динамовцы разве что побольше мячом находятся. Но это в основном все вот таким образом происходит на своей половине поля. Вставляет трейсинговать армейцев. Может быть, выманивают? Почему нет? Поминок, как сейчас было жестко. И какая карточка желтая. Хотя, судя по крикам и по уверенной походке к футболисту ЦСКА, арбитра, там можно было и другого Света Кашку ожидать. Для формальности поспорили. Ну, а теперь для формальности можно извиниться. Третьему номеру. Роману Ткачаку. Высший судьи парень. Но уже момент заигр. Споры, как правило, ни к чему хорошему. Не приводят, только если к плохому. То бишь, к лишним дисциплинарным санкциям. Они не нужны Ткачаку, я уверен на 100%. Михалин. Просят. Передача на левом фланге. Вынуждена пускаться для того, чтобы ее получить. Мальцев! Нет, не дотягивается до мяча, который ему вот так вот не глядя давал Кижабгин. Прострелили пас. И Янцей страхует все и вся. Угловой еще один армейец зарабатывают. Но вот такие потери на своей половине поля, они, как правило, моментами заканчиваются. Знаете, здесь даже не угловой, здесь аут. Выбил мяч Сейс за боковую линию. Ну, что, наверное, лучше. Хотя, кто ж его знает. Подача. Фомин. Теперь уже угловой. Фомин так нехотя провожал этот мяч, как будто боялся дотронуться до него. Неужто был уверен, что от футболиста ЦСКА уходит за лицевую линию футбольного снаряда, а вышло иначе. Никита Ермаков будет подавать слева фланга. Ох, здесь Арсен Захарян. Казалось, главных ролях в обороне. Не часто его там увидишь, но вот вернулся. Не маленький футболист, может и наверху помочь своим. Гладышев. Прошу иди! Фомин. Леонов. Есть в центре Гладышев. Ну вот как раз-таки в сторону одиннадцатого номера пошла. Передача, передача не точная. Кижабкин! Кижабкин! Момбо упал на газон, и эта атака будет проходить без него. Но эти другие футболисты ЦСКА впереди дают арбитру играть. Да, был фулл на девятом номере армейцев. Нужно вставать, продолжать. Через боль. Не ушел мяч за лицевую линию. Ермаков, он в трофной площади разворачивается. Крутит вокруг себя защитников и бьет. Поворотно попадает в Яна Цесси, который, обратите свое внимание, еще и руки. Успел убрать Гладышев. Здесь он не успеет до мяча добежать, но успеет там сбросить. На Арсена Захаряна. Захарян. Не очень удачный прием. Гладышев готов и подпитинговать защитников. Динамцы уже все тут. На чужой половине поля. Сзади не остались. Это хорошо. Значит, есть стремление побеждать. Тем более, вот, победить. В игре первого круга не получилось у потопичных Дмитрия Полуменчука. Стой, трусой, трусой здесь открывает. Цесси. Кижапкин. Мальцев. Кижапкин. Снова Цесси. Захарян. Третий центральный защитник Арсен Захарян. Мальцев. Вот на фланге оказался. Небольшая перестановочка. В тактике. Игры Динамо. Все. Вернулась на круги своя. Захарян побежал вперед. Разыграл на коротке с Гладышевым. Обратный пас Захаряна, Гладышева. Леонов. Опасный момент. Нужно обыгрывать и бить с левой ноги Леонова. Мы знаем, что у него хорошая левая нога. Но он с обыгрышем. Проблемы возникают. Михаля. Че-мяч. Динамовский и с нарушением правил. Желтая карточка. Для футболиста ЦСКА под пятым номером. Была ли у него карточка? Вроде нет. Тем не менее опасный штрафной. Но уже казалось бы, вот-вот аут будет в пользу Динамо. Арбитер так неожиданно потряс своим флажком и назначил штрафной. Ну, такой штрафной похожий на угловой, если будет угодно. Плюс с желтой карточкой. Болиста ЦСКА. Получает ее Глеб Личанин. Стой, стой, стой. Ну и без альтернативы. Арсен Захарян, именно он будет. Да, практически уже с боковой линии. Просит туда мяч его арбитр отодвинуть. Исполнять этот стандарт. Капитан команды Динамо 2003. Подача. Михалин, штрафной отскок. В пользу армейца происходит воротарь. Владимир Брежнев забирает мяч и быстро от него освобождается. Крутрунтаев, перехват. Чем ответят Динамо? Он сын моментальный перехват и идут они вперед. Захарян. Как вернулись назад, а вот на то, чтобы уже усиленно побежать вперед, этих самых сил не хватает. Концовка тайма, ничего не попишешь. Михалин. Не прошел передачи. Не прошел пас. Владышева от Михалина. Небольшое заблуждение. Они друг друга вогнали. Ну и им. Татака Динамо завершена. Футболисты ЦСКА будут вводить мяч в игру со своей половиной поля на чужую через передачу Низом. Но они очень часто Низом и играют. Играют красиво армейцы. Наунцы тоже не прочь удивить в атаке. Гладышев может ударить здесь с правой ноги выше ворот. Пробил Гладышев. Но Гладышев чем хороший? Он может пробить с любой практически позиции, с любой ноги. У него нет такой ярко выраженный рабочий. С левой забивал и с правой, так же и головой, помню. Совин это касается поединка против ЦСКА. Возвращаясь к турниру ЮФЭ. Сегодня не так много моментов. Одиннадцов. Впрочем, как и у армейского коллектива. Ермаков. Передача налево. Здесь Личаги. Он уже в штрафной. Но Фомин. Его следующую передачу перекрыть сумел. Михалин. Гладышев в касание. Можно было отдавать на Леонова. Но он не попал по мячу Ярослав. Обидная ситуация. Уже и Захарян успел прибежать. Малыгин рядом находился. Пять минут до окончания первого тайма. Равные битвы. Динамо 2003 и ЦСКА 2003. Ну вот если вспомнить игру прошлого круга, а такое сложно забыть, первый тайм был очень похож на этот. Закончился он пенальти в ворот. Тогда Никита Павлова пенальти реализовали. Армейцы ушли на перерыв, ведя в счете. А вот во втором тайме все поменялось. И динамовцы были сильнее своего соперника. Вот примерно похожая ситуация сегодня случилась в игре 2004 годов рождения. Захарян, можно опережать иголкипера, пустые ворота и забить Фомир, что арбитр фолл в атаке. Фолл в атаке и не реализует. Динамовцы очень и очень хорошую возможность отличиться в концовке тайма. Ну вот динамовцы 2004 годов рождения тоже, напомню, играли не лучше соперника, но вот в конце, после углового могли и забить. Не забили, во втором тайме вышли злые, сами на себя, на оппонента и, что называется, доказали. 2-0, победили. Так, а там есть проблемы со здоровьем. Фомина, именно динамовского футболиста, приводили в чувство врачи. Но никакого нарушения правил стороны армейца зафиксировано не было. Скорее, стороны нашего футболиста. Уже обыграл голкипера Арсен Захарян. Может быть, стоило попытаться самому пробить ближний угол. Мы знаем, он умеет это делать даже с голкипером в воротах. Опасный здесь эпизод. Не дошел мяч, не до Муамы, не до Ермакова. Что, наверное, прекрасно в данном контексте. Но это атака ЦСКА. Еще своего заключения не получила. И даже сейчас Леонов отбивается, но подхватывает мяч. Дмитрий Коптилович. Личагин. Ассадь. Ассадь вообще очень грамотно, судя по всему. Играю за чиньки Динамо. Что касается выдержки линии Ассадь. В обороне. Очень часто армейцы в неправильном положении окатываются. Мальцев. Мальцев просит мяч Захарян. Но как только Захарян мяч получает, как правило, сразу же он с ним не расстается. Это может служить хорошей службе для Динамса. Так и плохую. Не теряется темп. Нарушение правил. Стороны Ермакова на Яне. Сессия. И видим теперь уже нашему центральному защитнику помощь необходима за минуту до перерыва. Матча клубной лиги Москвы Динамо ЦСКА. 2003 годов рождения. По мнению арбитра, врач нашей команды вышел не вовремя. Небольшая перепалка случилась между ним и непосредственно самим арбитром. Цейс. Мальцев. Такая закидушка опасная в сторону Кижабкина. И тот фалит. На Муамбе. А, нет. Это Муамба скорее фалил. Хотя девятный номер ЦСКА пытается себя показать, как именно поверить. Пострадавший вверх. Мальцев. Кузьков. С разворота пас. Не очень удобно найти Кижабкина. Фомин. Все. Первый тайм завершен. Динамо свою атаку закончить не успеет. Ну, может быть, она не такой уж и перспективной была. Перерыв. Отдыхаем. И еще 40 минут впереди нас ждут. Будем надеяться, что Динамо, так же как и в матче первого круга, проявят себя чуть лучше, чем в первой половине. Клубная лига – это лучшие футбольные школы и офицеры Москвы. Это сильнейший по составу детско-юморческих чемпионов. Это будущее российского футбола. Организатор Клубной лиги – Московская Федерация Футбол. Уважаемые болельщики и участники соревнования, мы рады приветствовать вас на первенстве России футбола зоны Москва на команд спортивных школ Клубной лиги. Данный матч организован Московской Федерацией Футбола. Официальным партнером Московской Федерации футбола…